Еще о загрязнениях окружающей среды наш следующий материал. Не советуем смотреть людям в эти минуты принимающим пищу. Речь в нем пойдет об общественном туалете под открытым небом. Справляют нужду люди в нескольких метрах от жилого дома. Об отхожем месте сняли сюжет Денис Ионос и Артем Колесников. За пожелтевшими листьями проглядывается куда более яркая картина. В кустах скрыт не рояль, а продукты жизнедеятельности сотен человек. Обнадеживать себя не стоит, в бутылках не газировка. Показывать фекалии на весь экран считаем неэстетичным, но и закрывать глаза на происходящее не станем. Это место больше похоже на медицинскую лабораторию после погрома. Материала для анализа предостаточно. Общественный туалет открылся в метре от 89-го дома по проспекту Карла Маркса. Дорожка из общественного туалета асфальтированная. И ведет она с одной стороны на проспект Карла Маркса и к остановке общественного транспорта. Ну а с другой ведет к железнодорожному вокзалу. Такому человеческому потоку позавидуют торговые центры. В этом и видит причину беды Алиса Бармина. Какая бы нужда не застала человека врасплох, бегут в кусты рядом с домом. Здесь остановка рядом. И все, вот общественный туалет здесь устроили. Кроме того, вокзал, там платить надо. Все бегут сюда эти бомжи. Они ночуют здесь. В общем, такое безобразие. Я прохожу и зажимаю нос. Я вот бывший врач ЖД больницы. И вот я вижу это и эту антисанитарию. Ругаться и пытаться образумить людей не получается. Из-за кустов в ответ льется лишь нецензурная лексика. Пока идет съемка, из этих вот лесочков вышло уже два человека. То есть мы просто их не попали они в объектив. Ежедневно проходя вот здесь вот, видишь, ну извините, у меня голые телеса, не очень приятно это видеть. И ведь мы здесь находимся и дети, и старики. И получается, что 24 часа в сутки, если, допустим, и ночью это видеть, то мы видим одно и то же. Безобразие и грязь. Здесь у нас, помимо того, что общественный туалет, здесь у нас ночуют бомжи. И когда они вот там шевелятся в кустах, то довольно-таки даже жутко проходили. Бетонный забор отделяет территорию Омского магистрального сортировочного центра. Это земля федеральная. Сотрудники косят здесь траву и следят за чистотой. Но только в пределах, отведенных законом, нескольких метров. 110 метров мы отмерили от здания нашего забора. Мы скосили траву, вычистили все безобразия, которые там были, вплоть до матрасов и каких-то непонятных вещей, лиц, которые там без определенных местожительств, ночевали вдоль заборов и везде. Дворник, управляющий компанией «Московка», именно она обслуживает дом, тоже убирает отведенную законом территорию. Понятно, что собственники жилья, скажем так, не будут чужую территорию за свои деньги убирать. Ну а я по правилам благоустройства тоже убираю 5 метров от дома. Здесь же стоят торговые павильоны, и они тоже обязаны поддерживать чистоту вокруг. Но судя по тому, что бутылки с жидкостью и мусор подпирают стены павильона, они этого не делают. За это предусмотрен штраф для юридических лиц от 10 до 100 тысяч, для физических от 5 до 20 тысяч рублей. Выявлять подобные нарушения обязаны специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и контроля. Но рейдов, судя по количеству отходов, не было очень давно. От общественного туалета до здания администрации Ленинского округа. Чуть меньше километра. Денис Ионас, Артем Колесников, Антенна-7. Денис Ионас, Артем Колесников, Антенна-7.